МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает «Город сегодня». Здравствуйте. В достижение октябинских музыкантов можно добавить еще один достойный приз. На конкурсе молодых исполнителей, который проходил в Астане, в число победителей, вошел студент музыкального колледжа имени Ахмеда Жубанова. Айдос Исхаков стал первым за многие годы пианистом, который занял призовое место на республиканском конкурсе учащихся музыкальных учебных заведений. Второе место, как говорят его педагоги, это очень важная ступень и в личной биографии, и в истории музыкального колледжа. Конкурсом, как и выступлением на сцене Айдосу не привыкать. С первого класса он участвует в различных концертах и соревнованиях. И, как говорит его преподаватель Алия Давлетова, у которой Айдос занимается с 7 лет, программу он играет всегда намного сложнее, чем сверстники. Концерты Шопена и Чайковского, сонаты, сборники, пьес казахстанских авторов. Репертуар юного исполнителя пополняется постоянно. На республиканском конкурсе в Астане он прекрасно справился с техническими сложностями. Жюри в составе известных педагогов и пианистов высоко оценило уровень игры юного музыканта. Сам он получил диплом и денежный сертификат, а его педагог – диплом за отличную подготовку ученика. Сегодня Айдос Исхаков в нашей студии. Приветствую, с победой. Айдос, расскажи, трудно ли было принять участие в таком конкурсе и впервые ли ты посетил подобное мероприятие? Конкурс проходил в Астане. Это 38-й республиканский конкурс между студентами колледжев. Конкурс очень сложен тем, что там отбирали самые лучшие пианисты из каждых областей. В моем группе участвовало 17 участников. Что ты играл? Я играл… Конкурс вообще состоит из трех туров. Первый тур я играл пять произведений. ХТК, при Люде Фуга Баха, Соната, Моцарта. А третье произведение – это этюд Шопена, первый до мажор. Этюд до минорной, Рахмайну и Скорма Довлеткирия. Когда ты понял, что должен стать музыкантом, тебя все время тянуло к музыке или кто-то, наоборот, тебя вовлекал в это, что Айдос нужно заниматься музыкой, а не чем-то другим? С детства мама меня возила на разные кружки. Она хотела открыть по мне талант. Она возила, например, на плавание, баскетбол, футбол, бассейн и так далее. Но я выбрал фортепиано, потому что он интересен тем, что надо участвовать в конкурсах, выступать на сцене. Но родители никогда не отговаривали тебя, что Айдос, не нужно заниматься музыкой, ну все-таки не хватит у тебя терпения для этого. Давай займешься боксом, тэквондо или еще чем-либо. Местами было, что хотелось погулять, поиграть в футбол. А вот твой педагог тебя чаще хвалит или ругает? Ну, ругает и хвалит тоже иногда. То есть что-то не получается? Когда не получается, ругает она, конечно, как все преподаватели. Айдос, со скольки лет ты занимаешься фортепиано? Я занимаюсь с 7 лет. Я учился в дыше имени Казангапа у Алисы Санцебаевны. Затем поступил в музыкальный колледж имени Ахмета Жабанова. И сейчас продолжаешь учиться? Да, продолжаю учиться. Четвертый курс. Скажи, на этот конкурс сколько ты готовился? На конкурс готовился я два месяца. То есть подготовка шла каждый день? Подготовка, да. А еще вопрос. Какую музыку ты играешь с удовольствием? С удовольствием играю современную музыку. Для гостей иногда, когда дома приезжают гости. Они просят поиграть мне. Расскажи о своем педагоге. Я благодарю свою учительницу. Она с детства мне дала основу, базу. Что надо? Пианисту. Она куратор моего детства. Она как вторая мама моя. А какую музыку ты играешь с удовольствием? Классическую, современную? Классическую и современную тоже. Есть пианисты, как Денис Мацуев, которые одинаково и прекрасно играют классику и джаз. А ты к чему стремишься? Только играть классику. Только классику? А вот в вашей семье нет музыкантов? В нашей семье был брат. Он учился у нас в колледже. Закончил на красный диплом. Консерваторию тоже. Он затем переехал к Канаду, там он живет, но только по другой специальности. Как родители относятся к твоим успехам? Они гордятся мною. Куда поедешь учиться дальше? Или куда хочешь поехать? План поступить в Московскую консерваторию имени Чайковского. Там уже совершенствоваться, набирать опыта. То есть свою дальнейшую жизнь ты также хочешь связать с музыкой. А скажи, что тебе больше всего нравится в музыке? Вот именно фортепиано. Почему именно фортепиано ты выбрал? Это моя стихия, там у меня все получается. Твой прадед Имангали Билтабанов, герой Советского Союза. Он был пулеметчиком и погиб в конце войны. Вот как вы храните память о нем, о героях, которые гордятся все актюбинцы? А 9 мая мы всегда уходим на акции, парады с портретами Имангали Билтабанова. Я желаю успехов тебе и дальнейшего развития в творчестве. И оставаться всегда на первых рядах в музыке. Спасибо. Раскрыть ребенке талант и вовремя начать его развивать – сложная задача и для семьи, и для педагогов. Не каждому удается добиться успеха. И дело тут не в везении, а в трудолюбии и упорстве. И, конечно, в поддержке близких людей. На сегодня всем. Сообщайте нам о своих успехах, ну и, конечно, о проблемах. Делитесь мнениями и комментариями. С сегодняшнего дня, обратите внимание, меняется время выхода в эфир нашей программы. «Город сегодня» смотрите в 16.00, в 17.50, в 22.25 и в 7.20 утра. Крепкого здоровья вам и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова